Друзья, добрый день! Сегодня мы хотим вам рассказать и показать, как нужно заполнять форму для QR-кода, хэш-кода для Турции. То есть вас в самолет не пустят без этого кода и без этого QR-кода. И если вы в Турции захотите перемещаться, то это нужно делать с ним. Поэтому сегодня мы на компьютере покажем, как его заполнять, потому что у вас возникает много вопросов. Если вы еще не подписаны на мой канал, подписывайтесь, пишите комментарии, будем рады ответить на ваши вопросы. Переходим к форме. У нас есть форма. За 72 часа нужно ее заполнить не ранее, то есть за 72 часа до вылета. Открываем. Я хочу показать, как называется эта форма. Мы сейчас загрузим. register.health.gov.tr, да, то есть как Турция. И выбираем язык. Есть разнообразные языки, но нам, конечно же, удобнее выбрать русский язык. И очень быстро заполняем. Давайте все-таки будем тут соблюдать нашу страну. Russian Federation. Имя. Мы все заполняем на английском языке или латиницей. Ставим дату рождения. Так, давайте вот так у нас. Ага. Выбираем. А, год сначала. Так. И вот так вот. 2 января 81 года. То есть выбираем. Ставим дату, где мы проживаем. Не дату, а место. То есть мы в России проживаем. Почту пишем. Все, латиница. Вот у меня тут съедается. Так, mail. И точка тут стоит. Нужно ее перескочить, потому что она не убирается. Номер телефона ставим. Давайте вот у меня какой-то тут есть номер, да. Нет, все-таки поставим сначала Россию. Код плюс 7 в России. Так, Россию нашли. И пишем ваш номер телефона. Любой. Также выбираем пол. Мужской ставим. Номер паспорта, да. Номер паспорта. Дата прибытия. Сегодня 12-е. Значит, ставим завтрашнюю. 13-е. Для примера у вас может быть 14-е. Воздушным путем. Тип въезда. Воздушным путем. Обычно все прибывают. Название компании. Давайте я поставлю Азур. Например, у вас может быть турецкие авиалинии, Аэрофлот, Т-7 и другие. Давайте номер рейса. Не помню, как у нас. Ага, ЦФ. Давайте вот так. 11. Переходим на следующий шаг. Выбираем. К примеру, нам нужен Белек. Тут не все курорты есть. Да, мы здесь пишем Анталию. Но, например, вот в Белеке я смотрела, есть районы Белека. Анталия. Ну, давайте, например, Кемер поставим. Потому что Кемер тоже был. Вот он, Кемер. Телефонный номер отеля. Вы можете найти в Яндексе или в описании отеля. Давайте вот какой напишем. И адрес. Вот обычно здесь как раз возникает неудобство и много вопросов у туристов. То есть, можно добавить... Нет, нельзя добавить. Пишем. Да, вы нашли, например, не знаю, вот Яндекс открываем. И давайте любой отель в Белеке. Вот Белек Бич у меня, например, открылся. Вот он адрес. Прямо его так и копируем. Ищем, где у нас адрес. Ставим. И я обычно еще пишу название отеля. Тоже латиницей здесь прописываете. Давайте тоже покажу. Вот так вот. И добавляем адрес. Нажимаем добавить. Нажимаем следующий. Переходим на следующую страничку. И тут, если мы в каких-то странах были за последние 10 лет, то выбираем эту страну. Скорее всего, вам выбирать ничего не нужно. Мы не добавляем эту страну. Никакую. Здесь вот выбрана у нас Турция. Но мы ничего не нажимаем. И переходим к следующему пункту. Проверяете все ваши данные. Сохраняем. И вот он, ваш хэш-код. Как QR-код. Мы это скачиваем. Либо на телефон себе сохраняем, фотографируем. Я обычно печатаю. И всем говорю печатать. То есть скачаем. Распечатываем. И эти хэш-коды спросят у вас. Аня, давай покажем, вот как выглядит. Вот я его скачала. И вот так он выглядит. Мы его печатаем. Или фотографируем себе на телефон. Скачиваем. И везде с собой его носим. На посадку. На регистрацию. На посадку. В самолет он вам нужен. Его проверят. Вместе с ПЦР-тестами. Или с паспортом вакцинации. Без этих документов. Вас на рейс не допустят. Поэтому мы вам показали, как его делать. Спасибо вам за внимание. Пишите ваши вопросы в комментариях. Пишите ваши вопросы в комментариях. Пишите ваши вопросы в комментариях. Пишите ваши вопросы в комментариях.